Мне кажется, что на сегодняшний день все, что происходит во всех областях искусства, это безумная борьба добра со злом. Ну, под добром я подразумеваю профессионализм и творчество, а под злом подразумеваю пиар, глянец и такое вот абсолютное затушевывание собственной бездарности и антипрофессиональности в той профессии, в которую ты избрал вот это идет со страшной силой это в живописи, в музыке в театральном искусстве во всех проявлениях на всех уровнях когда любой выставленный предмет иногда даже скаброзный выставляется как произведение искусства и убеждается многими, что это и есть вот то, что отражает сегодняшний день это и есть новое слово вот это, к сожалению, есть везде что негармоничное сочетание звуков выдается за какое-то уникальное музыкальное произведение или чужой набор движений сделанный просто в другую сторону выдается за какую-то супер хореографию к сожалению, это тенденция времени но мне кажется, что в любом когда заканчивается цикл да, история циклична это было всегда я уверен, что это было в древнем не Греции было в древнем Египте и в древнем Риме когда заканчивается одна эпоха должна начаться другая должно все обнулиться но перед обнулением начинается хаос и вот когда оно обнулится оно заново начинает природа начинает рождать каких-то действительно уникальных гениев которые начинают диктовать моду на ближайшие десятилетия вот сегодня, с моей точки зрения эта борьба добра со злом она идет очень нещадно нещадно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня есть картины, которые на меня произвели впечатление в детстве ошеломляющее. Одна из таких картин – это картина «Демон, сидящий в рубеле», и я не мог от нее отойти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой самый любимый художник – рубель. Рубель, потому что столько энергии, жемчужины. Это же можно рассматривать годами. И вот ты смотришь, 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 лики, лики, эти лица, позы, руки, ноги. Ну, это потрясающе же. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для меня одна из самых таких прекрасных работ, которые, вот, я могу сколько угодно смотреть. Дева радости, девы печали, Васнецова. Редактор субтитров А.Егорова Мне было совсем мало лет, это было около трехлетнего возраста. Это было мое первое посещение Третьяковки. Я даже помню место, где она висела. Естественно, я был маленький, я был маленького роста, и мне казалось, что вот эта слеза, которая написана у девы печали, что вот сейчас она капнет. Я ее безумно жалел. И я вот этой картиной был потрясен. Для меня одной из самых любимых картин является богоматерь Васнецова, которая висит в Русском музее. Опять-таки я знаю, где она висит с детства. Она, слава богу, по сей день на этом же месте, ее не перевесили. Эта вот картина написана карандашом, по-моему, потому что это эскиз к тому, что потом Васнецов написал во Владимирском соборе уже. Но я был потрясен взгляду Спасителя. Я помню, что вот я ребенком стоял, мне было его безумно жалко. А как и ее... У нее такая трагедия в глазах. У него трагедия со светом, а у нее трагедия с горем. И это все в одной картине. Вот это очень хорошо помню. Все знают эту знаменитую картину «Похищение Европы». Серова, да. И я был потрясен, когда я увидел в Русском музее выставку, посвященную Серову. Количество эскизов, написанных до того, как уже финальный результат был готов. Сколько раз он поменял позу, сколько раз он поменял ракурс быка, как он Европу на быке двигал, сколько раз он искал, все-таки искал. И его это не оставляло. Он рисовал, было здорово. И опять ему не нравилось, опять он рисовал заново. Опять, 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 опять. И в итоге получился вот этот шедевр. Вот для меня портрет Серова, который написал князя Юсупова, он фантастически интересен. Конечно, он его написал со своей любимой собачкой. Но как он выписал руку? Вот в этой руке весь характер князя Юсупова. Нарисован вообще бесподобной красоты человек. А из ста крат до мозга костей. И это капризная рука. Вот она все там говорит. Я был потрясен, когда мне в детстве показали картину. Репина знаменитая, где заседание Совета. Количество портретов написанных до. Потому что какие-то висят в русском музее, какие-то портреты висят в Третьяковке. Как человек долго готовился к тому, чтобы написать вот это гигантское полотно. И я думаю, что он в этот момент был счастлив, когда он вот это все придумал. С детства мне очень нравилась картина работы Веласкиса и Инфанта. Да, и она была во всех учебниках. И она была такая известная, такая красивая. Мы изложения писали, из сочинения писали, и на каком-то уроке ее описывали. И музей Прада меня растер. Я когда увидел... Я был взрослым человеком. Когда я увидел ее в реальности, эта картина для меня была убийственна. От этой картины я отойти не мог. Я дальше после зала Веласкиса уже ничего не воспринимал в Прада. Но я не ожидал, что Веласкис перечеркивает все. Вот для меня Веласкис, он перечеркнул весь музей Прада. Хотя там от шедевра, переходишь к шедевру, там невозможно найти что-то неинтересное. КОНЕЦ Вот эта картина меня убила с абсолютным торжеством композиции. Реальное прошлое, будущее. Все на этой картине. И я вспоминал, как мы писали эти изложения. Я вспоминал, что нам рассказывали. Подумал, боже, как же это все мелко. Но я не мог обвинить тех людей, которые это делали, потому что они настоящего Веласкиса не видели так же, как и я. Потому что это совсем другое, то, что я увидел. На репродукциях это, конечно, не видно. Я потрясен Микеланджело настоящим. Ничего, никакая скульптура, ну, как бы копия в британском музее Виктории Альберта у нас в Пушкинском не отображают оригинал. От оригинала невозможно отойти. Невозможно поверить, что от этой красоты можно отвести глаз. На площади он стоит. Это копия стоит. Это красиво, это масштабно так. А настоящее, она убивает. Вот просто убивает красотой какой-то, красотой пропорции. Отойти невозможно. Я на протяжении, наверное, 30 лет хожу в Лувр и смотрю регулярно Джоконду. И каждый раз, приходя, я хочу понять, почему эта картина гениальна. Я постоянно смотрю и не понимаю. Но по дороге к Джоконде есть одна картина Энгра. Отойти от этой картины никогда невозможно. Она по дороге висит, но она удивительна. Я помню, когда я первый раз увидел Энгра, Адалиску. Наверное, это самая красивая картина женщины, которая для меня существует. Тело, которое, оно живое, его хочется трогать, его хочется обнимать, его хочется целовать. Это и этот взгляд, и эта поза, это что-то вообще необыкновенное. Я убеждался много раз, любое искусство, которое сделано в лоб, оно не действует. Когда есть недосказанность, раздетая фигура на сцене смотрится пошло, недораздетая смотрится безумно соблазнительно. Бриллиант на сцене смотрится дешевкой, а стеклярус или страз на сцене смотрится бриллиантом. Удивительный закон жанра. Для того, чтобы воспроизвести впечатление грандиозности, надо рассчитать, с какой точки человек будет подходить. Ватикане прекрасно придумано, что когда ты идешь, ты не видишь всю колоннаду, весь размер площади. Чем больше ты приближаешься, тем больше этот собор становится, тем больше он на тебя падает, для того, чтобы подчеркнуть, насколько ты являешься мелкой песчинкой по сравнению с Домом Божьим. Любому художнику нужно признание. Я в этом больше, чем убежден. И каждый боролся за определенное признание. И каждый хотел доказать, что он больше профессионален, что он больше успешен и так далее. Но, к сожалению, во все времена существовала одна и та же вещь, что моду диктовала власть. Хотим мы или не хотим. Если этот художник был покупаем там, ерцогом, императором, князем, то, естественно, к нему выстраивалась очередь из его челяди, которая тоже хотела это приобрести. И потом это было и в Советском Союзе, это есть и в капиталистическом обществе и сейчас. Никогда не будет по-другому. И я не верю ни одному художнику, который говорит, что мне безразлично признание. Такого быть не может. ДИЕГО ВЕЛАСКЕС по праву считается одним из самых загадочных живописцев. Он часто удивлял зрителей необычными приемами, которыми пользовался в своих работах. На его полотнах появляются отражения в зеркалах, он изображает картины в картинах и тем расставляет особые акценты, давая повод для толкований и поисков новых смыслов. Одна из ранних работ Веласкеса носит название «Христос в доме Марфы и Марии». Евангельский сюжет, повествующий о том, как Иисус посетил двух сестер Марфу и Марию, воплощали многие великие мастера, в том числе Тин Туретто, Рубенс, Фермеер. Когда хлопотливая Марфа упрекнула сестру в том, что та не помогает ей по хозяйству, Иисус сказал ей в ответ «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Центром своей лаконичной композиции Веласки сделал бытовую сцену. Старуха дает указания молодой женщине, занятой приготовлением пищи. Рыба, лежащая на столе, символ жертвенности христианства. Яйца символизируют начало новой жизни в воскресенье. Собственно, евангельский сюжет о Христе и двух сестрах можно увидеть в правом верхнем углу полотна. Предположение о том, что художник изобразил картину, висящую на стене, опровергли исследователи. Они утверждают, что в комнате висит зеркало, которое отражает главное событие, происходящее за пределами холста. Здесь же находится и сам художник. Согласно канонам на картинах религиозного содержания, Иисус должен был изображаться с правой поднятой рукой, тогда как Веласкис показывает зрителю лишь зеркальное отражение Христа. Если по замыслу автора встреча происходит вне живописного полотна, то объясним и пристальный взгляд молодой женщины, так же, как и евангельская Мария, она, не заботясь о пище, внимает словам пришедшего в ее дом Иисуса. Существует версия, по которой в образе спасителя молодой Веласкис изобразил самого себя, а роль молодой героини исполнила его супруга, которая в юности зарабатывала на жизнь, прислуживая в богатых домах. Другая ранняя картина Веласкеса, долгое время именуемая Мулаткой, казалось, не содержала в себе тайн. Темнокожая девушка в раздумье слегка склонилась над столом. Лишь в 1933 году, после расчистки полотна от многовековых наслоений, обнаружилось, что отрешенность героини вовсе не случайна. В левом верхнем углу художник изобразил Иисуса Христа, беседующего с учениками. Полотно обрело новый смысл и новое название «Ужин в Эмаусе». Главное действие происходит в глубине сцены, однако все внимание девушки сосредоточено именно на нем. Она не вступает в диалог со зрителем, но словно приглашает его вместе с ней прислушаться к разговору спасителя с апостолами. Раннее описание картины свидетельствует, холст был обрезан слева. От фигуры одного из апостолов осталась лишь рука. Сюжет внутри сюжета появляется и на одной из последних картин Веласкеса. На сей раз художник обратился к античному мифу. Долгое время в полотне пряхи видели лишь жанровую сценку, изображающую женщин за работой. Помимо своего короткого названия, картина носила и другое, более развернутая фабрика гобеленов «Санта и Сапель» в Мадриде. Предполагалось, что на переднем плане композиции Веласкес запечатлел работниц. Ему удалось передать и скорость вращения колеса, и динамичное мелькание рук молодой пряхи. На заднем плане знатные дамы любуются уже готовыми роскошными гобеленами. Некоторые из дам облачены в наряды, похожие на театральные. Возможно, гобелен предназначен для декорирования дворцового праздника. Уже в 20 веке была найдена старинная рукопись, в которой картина фигурировала под названием «Минерва и Арахна». Это заставило вспомнить поэму о лиде метаморфозы и по-новому взглянуть на работу Веласкеса. Один из эпизодов поэмы повествует о мифологической ткачихе Арахне, возгордившись своим мастерством, она посмела состязаться с самой Афиной в римской мифологии, именуемой Минервой. Богиня тщетно пыталась образумить гордую Арахну, стремясь превзойти лишь смертных своим искусством. Не вызывай богиню на состязание, моли ее простить тебя за надменные слова. Наказание за дерзость, разгневная Афина, прославившаяся так же и как изобретательница Веретина, превратила Арахну в паука, та была обречена ткать паутину. Возможно, Диего Веласкес изобразил состязающихся мастериц, Арахну, сидящую спиной, и Афину в образе немолодой женщины. Тему Гобелена Веласкес выбрал не случайно. В своей поэме Овидий пишет, что дерзкая Арахна для демонстрации ткацкого искусства выбрала сюжет, повествующий о любовных похождениях отца Афины Зевса. Именно сцену похищения Европы Зевсом изобразил Веласкес на Гобелене. Он хорошо знал картину Тициана по копии, выполненной Рубенсом по заказу короля Испании. Полотно Веласкеса давало простор для множества интерпретаций. По одной из версий в нем была зашифрована личная тема. В образе пожилой женщины художник будто бы представил свою жену тогда как лицо своей молодой возлюбленной он скрыл от любопытных взоров зрителей. Другие исследователи утверждают, что картина явила собой аллегорию могущества Испании. Картина серьезно пострадала во время пожара в 1734 году в мадридском Алькасаре, после чего известный реставратор 18 века дополнил обгоревший холст новыми дописанными им фрагментами. Последняя реставрация была произведена в конце 20-го столетия. Добавленные части полотна сохранили, однако их закрыли специальной рамой, чтобы посетители музея Прадо не сомневались, они видят лишь то, что написано рукой великого Диего Веласкеса. Некоторые искусствоведы склонны видеть в полотне Веласкеса аллегории искусства, которые требуют как божественного дерзновенного вдохновения, так и мастерства, которые достижимы лишь в результате многолетнего упорного труда. Только их сочетание способно родить к жизни истинный шедевр. Офелия героиня трагедии Шекспира, лишившаяся рассудкой и утопившаяся из-за несчастной любви Гамлету, появляется на множестве живописных полотен. Но самым известным воплощением ее образа стала картина британского живописца, соотечественника великого Шекспира Джона Эверетта Милле. Над полотном Офелия 22-летний художник начал работать в 1851 в 1851 году. Разрабатывая сюжет, он решил максимально точно следовать за шекспировским текстом. Милле стремился изобразить Офелию в момент между жизнью и смертью, когда ее одежды, раскинувшись, несли ее как нимфу. Она меж тем обрывки песен пела, как если бы не чуяла беды. Вопреки правилам, Милле начал свою работу не с образа героини, а с окружающего ее пейзажа. Проведя долгое время в поисках подходящей натуры, он, наконец, нашел речку Хоксмил в графстве Сурой, которая идеально соответствовала его замыслу. Пейзаж, запечатленный Милле, впоследствии стали называть квинтэссенцией английской природы. Несмотря на трагичный сюжет картины и сложности, с которыми художнику пришлось столкнуться в процессе работы, ему не изменяло истинно английское чувство юмора. В течение 11 часов в день я сижу в костюме под зонтиком, отбрасывающем тень размером не больше, чем полпени, с детской кружечкой для питья, писал Милле. Мне угрожает с одной стороны предписание предстать перед магистратом за вторжение на поля и повреждение посевов, с другой вторжение на поле быка, когда будет собран урожай. Мне угрожает ветер, который может снести меня в воду и познакомить с впечатлениями тонувшей Офелии, а также возможность полного исчезновения по вине прожорливых мух. Мое несчастье усугубляют два лебедя, упорно разглядывающие меня как раз с того места, которое я хочу рисовать, и истребляя всю водную растительность, до которой они только могут дотянуться. Милле прорисовывал растения с такой тщательностью и достоверностью, что их изображения могли бы украсить научный атлас. Известен случай, когда профессор ботаники, отменив занятия на природе из-за ненастья, прочел студентам лекцию перед картиной Милле. Жителям викторианской Англии был хорошо знаком язык цветов, в котором каждое растение наделялось символическим значением. Использовал его и Милле. При этом он поставил себе задачу изобразить на картине именно те цветы и растения, которые упоминает на страницах пьесы сам Вильям Шекспир. Розы традиционный символ любви. С розой сравнивал Офелию ее брат Лаэрт. Ромашки символизировали невинность. Фиалки на шее девушки были знаком чистоты и ранней смерти. В беседе с Гамлетом Офелия объяснялась «Я хотела подарить вам фиалки, но они увяли, когда умер мой отец». Это для дум, говорила Офелия об анютиных глазках, возможно, не желая признаться, что на языке цветов эти цветы являются одним из символов безответной любви. Другое название фиолетового дербеника или плакун травы – персты покойников. Их Офелия упоминала в момент, когда плела венок. В трагедии Шекспира свой венок девушка хотела повесить на ветку ивы. Плакучая ива – знак отвергнутой любви. На полотне миле ветви ивы склоняются так низко над водой, что Офелия могла бы спастись, ухватившись за них. Особую многозначную символику несут и другие растения. Лютики могут означать как детскую наивность, так и ядовитые слова. Крапива говорит о жгучей боли, алый адонис – символ горя, таволга бессмысленности и безумия, маг несет сон и смерть, незабудки памяти и верности. Присутствует на картине и дрозд, упоминаемый Шекспиром. Эта птица, чье пение бедняжка Офелия называла своей единственной радостью. На полотне, перенасыщенном символами, Джон Эверетт Милле оставил и еще один авторский знак. Он заметен лишь внимательному зрителю и не оставляет возможности разночтений. С помощью игры света и тени в правом углу картины художник воссоздает изображение черепа. Натурщицей, ставшей для Милле олицетворением образа Офелии, была юная модистка Элизабет Сидл. Она облачалась в красивое старенное платье и часами лежала в ванне, наполненной водой. Работа продолжалась в течение нескольких месяцев, зимой и весной 1852 года. А потому художнику приходилось подогревать воду с помощью свечей и масляных ламп. И все же девушка серьезно простудилась. По легенде, мастер так увлекся работой, что не заметил, как лампы погасли, а Элизабет не решилась его отвлекать. Отец болящий грозил Милле судом и затребовал с него 50 фунтов стерлингов на оплату докторов. Элизабет лечили настоем опиума, который в то время считался безвредным средством. Это лекарство, которому она пристрастилась, впоследствии сыграло роковую роль в ее судьбе. Элизабет Сидал стала музой для художников представителей братства прерафаэлитов, одним из основателей которого был Джон Эверет Милле. Внешние данные девушки как нельзя лучше соответствовали эстетическим идеалом братства. Но госпожа Сидал не ограничилась лишь ролью модели. Она и сама стала художницей, графиком и поэтессой. В мастерской Милле Элизабет познакомилась с художником и поэтом Данте Габриэлем Рассетти. Их бурный роман завершился супружеством. На картинах мужа она также появлялась в образе Офелии. Послужила она моделью и для его дантовских героинь, и для прекрасной дамы в цикле легенд о Граале. Семейная жизнь супругов Рассетти складывалась не слишком счастливо. Неудачные роды вели Элизабет в глубокую депрессию, граничащую с безумием. 11 февраля 1862 через 10 лет после того, как она позировала миле для картины Офелия, Элизабет Сиддл умерла в возрасте 32 лет от передозировки лауданума, препарата на основе опиума. Был ли то несчастный случай, или она решила уйти из жизни, так и осталась тайной. Полотно Офелия публика поначалу приняла без энтузиазма, однако его популярность росла с каждым десятилетий. В 20 веке картина стала культовой, а запечатленный на ней возвышенный поэтичный образ подвергся многочисленным интерпретациям и пародиям в массовой культуре и рекламной индустрии. на картине Милле Элизабет Сиддал осталась вечно юной, не подозревающей о своей трагической судьбе, которая сблизила ее шекспировской офелии. Судьба живописца Джона Эверетта Милле сложилась вполне благополучно. Он стал признанным и уважаемым мастером, состоятельным человеком, получил дворянский титул, а в конце жизни даже возглавил Королевскую Академию Художеств. Однако лучшей его работой так и осталась Офелия, созданная им в 22 года и вдохновленная 22-летней Элизабет Сиддал. Сегодня вообще нет границ и нет критерий. Сегодня демократия. Демократия во всем. Каждый человек себя вдруг стал называть художником, критиком, творцом. Сочетание таланта и ума но оно редко бывает. К сожалению, на сегодняшний день я давно сказал как-то, что сейчас торжество пиара над творчеством. Но скоро пиаром захлебнутся. А творчества останется мало, как во все времена. Просто пиар в разные времена достигался разными средствами. Вот на сегодняшний день он достаточно агрессивный, потому что у нас есть средства связи, благодаря которым мы узнаем все. Но это не значит, что это то, чем будут в итоге восхищаться через сто лет, потому что это тоже все вот так вот смоется временем. Это удивительная вещь. Время самый лучший судья любому поступку, любому творческому проявлению и любому шедевру. Мне очень нравится фраза и она мне кажется отражает сегодняшнее время. Это с одной стороны анекдот, а с другой стороны это действительно отражение ситуации, которая происходит в мире. Что жизнь надо прожить так, чтобы твоим именем назвали черепашки ниндзя. Да, Донателло, Леонардо и Рафаэль. И да, там кто? Рафаэль. 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 Субтитры создавал DimaTorzok